Власти продолжают защищать Назарбаевых и преследовать их врагов. Одна из жертв племянников Назарбаева сейчас сидит в одной из зон Жамбулской области и опасается за свою жизнь. Бумаги, отписки на заявления Рашида Милушева из КНБ, Генпрокуратуры и других органов на днях мы получили от адвоката-одноклассника и друга детства племянника Назарбаева Самата Абиша. По словам адвоката, Рашид Милушев потерял все – бизнес, дом, собственность и семью. Адвокат опасается за жизнь своего подзащитного. Племянники Назарбаева обещали убить Милушева, если он не успокоится. Добрый вечер. Это Рашид Милушев вас беспокоит. Я вот хотел сейчас сообщить. Мне сейчас в общественном месте подошли ребята и начали угрожать в моей жизни. И хотят убить. Это конкретно именно Кайрата люди. Есть здесь именно общественное место. Здесь есть видео, все, записи есть. Как раз видео как доказательство будет. И я уже официально буду на Кайрата Святой Балдыни, на Самата буду писать заявление официально. После выходных хочу пойти, официально написать заявление. У меня же справки есть. Официально я хочу сейчас сделать, написать заявление. Вот так как со мной по-бандитски меня похитили, пригласили в гости, похитили, избили. Конкретно заявление на Кайрата, на Рашида. На имя Самата обещаю, что буду писать. На первый заместитель. Вот. Тарил Масимов, первый замов буду писать. И в прокуратуру. Я официально сейчас буду это делать. Я с ними сейчас буду на официальном языке разговаривать. Я посмотрю, как они запляшут. У меня же серия, потом аудиозапись есть, где у меня угрозы были. Все есть. Это были последние сообщения, которые мы получили от Рашида Милушева. Мы их опубликовали еще весной 2021 года. Затем Рашида посадили в тюрьму. Рашид Милушев учился в одном классе с Саматом Абишем и дружил с обоими братьями – Кайратом Сатабалде и Саматом Абишем. В 2020 году у них произошел конфликт. Точнее, племянники Назарбаева по-бандитски разобрались с Рашидом Милушевым. Об одном из случаев избиения Рашид Милушев рассказал тогда в своем видеообращении. Рашид Милушев рассказал, как Рашид Махат заводил и избивал его прямо в кабинете Кайрата Сатабалде. Прошло два с половиной года. За это время Самат Абиш не привлечен даже в качестве свидетеля. Рашид Махат посадил в тюрьму журналиста Мохамбета Абжана, а Кайрат Сатабалде, можно сказать, сыграл роль в спектакле и якобы отбывает срок за коррупционные преступления. Продолжение следует...